В администрации округа состоялась встреча с инициативной группой жителей по вопросу строительства Южной Латкаринской автодороги, проект которой был утвержден еще в декабре 2020 года. С тех пор, учитывая мнение ведновчан, в него было внесено немало изменений. Представители проектировщика и Министерство транспорта Подмосковья согласовывают с жителями расположение, объекты инфраструктуры будущей магистрали и другие важные вопросы. Я так думаю, вас касается больше всего экологический аспект, то есть воздействие на человека, на окружающую среду. Соответственно, там предусмотрено все, чтобы негативное воздействие сведено было к нулю. Дорога будет проходить сквозь зону плотной застройки в шестом микрорайоне. Кроме экологии, жителей волнует вопрос с парковочными местами в зоне строительства трассы. Глава муниципалитета Алексей Спаский заявил, что появление новой дороги не должно сказаться на качестве жизни ведновчан. Со своей стороны администрация будет делать определенные шаги для улучшения ситуации. Поставлена задача. Все микрорайоны Ленинского округа, включая старый город, включая шестой микрорайон и включая новые застройки, я их могу перечислять, очистить от коммерческого транспорта, который паркуется там на ночь. От большегрузов и даже от тех газелей, которые там стоят. Также, согласно изменениям в проекте на верхнем ярусе 300-метрового подземного тоннеля, который будет расположен от дома номер 8 по улице Фокина до дома номер 16 по Завидной, появится дополнительная зона для парковки автомобилей. В целом обсуждения по основным пунктам повестки будут продолжаться. То, что вы проговорили, проектные решения, да, то, что вы посмотрите в части экологии загрязненности, то есть нам предоставят через неделю. Участники встречи передали представителям Министерства транспорта Подмосковья и проектировщикам письменное предложение по обсуждаемым позициям. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ